Шива сказал матери Парвати, я знаю много людей, которые молятся мне. Многие люди говорят, дай мне дом, дай мне жену, дай мне шанс, дай мне детей. И я знаю много людей, которые не хотят ничего от меня, только любят меня, Шива сказал Парвати. И мать Парвати сказала, я не верю тебе, и он говорит, я тебе покажу, потому что он Шива, он Бог. Он показал одну деревню ей, там был большой дом, и один мужчина выходил из своего дома все время. И он шел в лес порубить дрова. Приносил хозяину, тот давал ему немножко еды. И Шива хотел показать своей жене вот это вот. И он сказался этому парню, привет, доброе утро, приходи ко мне. Он пришел, и этот человек, он не знал, что это лорд Шива, он говорит, что тебе надо. Он ничего не хотел от тебя, он не хотел быть с ним мягким. А Шива говорит, пожалуйста, приходи. Показал комнату свою. Полное золото, камней драгоценных. Старые времена не было дверей, не было окон. И лорд Шива ему сказал, что у меня проблема, мне надо с женой поехать в соседнюю деревню, чтобы решить какие-то проблемы своих родственников. И я не могу оставить все это, все эти богатства открытыми, очень много драгоценностей. Можешь ты тут посидеть 2-3 часа? И я схожу с женой в деревню. И этот лесоруб, он хотел помочь. Он говорит, только 2-3 часа, не больше. Шива ему говорит, он говорит, если тебе что-то нравится из этих украшений, ты положи в сторонку, потом заберешь домой. Лесоруб говорит, так, поторопись, давай, иди уже, куда собирался. И возвращайся. Лорд Шива знает, он только пришел, когда он сказал ему 3 часа, он пришел 10 минут позже. А лорд Шива его просил посидеть 3 часа, но он специально вернулся на 10 минут позже. И этот мужчина, значит, на него наругался, почему ты пришел так поздно? Я должен идти работать, свою работу. Шива ему говорит, смотри, все эти украшения, если ты хочешь чего-то взять, отложи в сторонку. Только, ну, пойдешь там, будешь рубить свои деревья, принесешь своему хозяину, ты получишь только миску риса на один день. Я тебе предлагаю драгоценности, ты можешь их сохранить. А он сказал, это твои драгоценности, мне не надо. И он ушел. Я встречал людей в Индии, которые вот такие же. Я лично сам встречала людей, которым не нужны большие деньги, не нужны соблазны. Я реально встречала таких людей. Не много, но немного. Немного, немножко, совсем немножко. Что такое деньги? Большие деньги делают тебя сумасшедшим. Ты можешь ходить в казино к проституткам, делать какие-то темные вещи. Когда приходит много денег с Вишну и Лакшми вместе, это тебе помогает, поможет. Если только Лакшми приходит, ты можешь немножко сойти с ума. Ты можешь начинать подумать, что ты богатый человек, ты крутой. Я благодарю бабу, что я учился многим вещам. Я благодарю за все. Я рад, что до того, как я умру, я научился, как жить счастливым. Это важно для меня. Я благодарю Кришну и бабу каждый день. Я никогда не хотела обидеть никого в своей жизни. Если я не знаю, что это, ну, я нечаянно кого-то обижал, это другое. Возможно, я кого-то обижал. Но лично, чтобы специально что-то сделать, чтобы обидеть, я этого не делаю. Если ты не знаешь ничего о жизни, и ты что-то делаешь, и это вдруг кого-то обидит, это другое. Но когда ты знаешь, что ты делаешь что-то, что обидит других людей, это уже плохо. И поэтому я верю, что Бог со мной. Потому что моя душа, она чистая и честная. Если ты делаешь что-то, совершая ошибки, это не твоя ошибка. Я благодарен жизнью. 20 лет назад я был не очень счастлив, потому что у меня не было хорошего партнера. И я сказал Кришне, я не хочу родиться опять. Но я знала, если ты хороший, Бог сделает твою жизнь более счастливой без твоей просьбы. У меня есть очень хороший партнер. Я не хочу ничего больше. Это прекрасная жизнь. Только мы должны помнить, о чем мы слышали. Много мы слышим хорошего, но мы забываем об этом. Мы не можем, не хотим принять это. Любой язык, любой мир. Мы должны учиться через них. Это очень важно. Мы должны, обязаны учиться. Мы люди. Религии пришли позже. Вначале люди. Спасибо. I'm proud of you. Thank you. I'm proud of you. Thank you very much. It was from your heart. It was a speech from your heart. Сегодня на день рождения своей дочке Тины. Он захотел с нами поделиться своим опытом. Thank you very much. Все. Я отключаюсь. Это важно. Это важно. Он такой трогательный. И все хорошее трогает. Мы очень глупо поступаем, когда мы получаем какие-то уроки, учимся, но мы стараемся это забыть. Может быть, даже это плохие уроки. Не знаю. Это все ментал. Это все ментальное. Ум. Лучше помнить. Я на 100% тебе гарантирую. Я просто делаю вызов тебе. Если ты будешь следовать тому, что я тебе говорю, Бог никогда не оставит тебя одного. Никогда. Никогда. Ты мой золотой. Ты мой золотой. Ты мой золотой. Чем больше мы любим людей, Бог больше любит нас. потому что этот мир был создан этим богом и он счастлив когда мы любим друг друга в чем проблема любая проблема может помочь но когда ты обижаешь кого ненавидишь кого-то ты обижаешь сам себя если ты ненавидишь кого-то ты делаешь себе уже проблема блок благословляет я не меня я никогда не ненавидел были несколько людей которых я должен был бы ненавидеть но я знал о своем боге и я говорил себе я не хочу ненавидеть когда ты ненавидишь кого-то ты обижаешь сам себя ранишь там было время было время что я 5 лет не разговаривал со своим братом и сестрой они были другие не такие они хотели использовать хотели мои деньги но я не ругался с ними просто пять лет я не разговаривал с ними чем ты больше обижаешь кого-то или ненавидишь кого-то ты обижаешь себя если я тебе не нравлюсь не думай обо мне не смотри на меня найди другое место но ненавидеть это не хорошо даже во время корона все люди говорили вокруг меня корона корона я им даже говорил не использую это слово это негативное слово ты лучше говори вирус просто обычно чем больше мы говорим о дьяволе дьявол больше приходят говорим о чем это приходит я верю больше говоришь об иисусе аллахи или боги и ты становишься ближе к ним я не хочу использовать негативные слова я знаю это был большой вирус но почему я постоянно должен говорить корона 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 это же придет ко мне как будто призыв я просто говорил это плохое время я надеюсь что наступит лучшее время вы должны думать позитивно оставаться вдали от негативных мыслей любых вещей даже моя жена я люблю ее очень сильно если она начинает на меня наезжать я говорю извини я просто говорю что давай там ты иди в эту сторону я в эту ругаться нехорошо обижать друг друга нехорошо лучше понимать друг друга мы люди мы обижаем и ошибаемся но планирую но в основном люди не планируют обидеть тебя специально мы люди это очень важно думать позитивно и просить бога помощи силе и об и помощи чтобы быть таким же оставаться таким же до тех пор пока я умру это моя молитва я молюсь кришне своему вот так я молюсь об этом я не говорю я лучший но я хочу просто я стараюсь быть хорошим это жизнь мы рождаемся много лет но каждый раз это одна жизнь мы рождаемся мы помним только эту жизнь я не помню три дня назад что было на мой обед может быть может быть я не помню если бы я помнил еще о своих прошлых жизнях то это было бы очень много проблем вот такая терабайты памяти мы в настоящем благодарны всем нашим друзьям и нашему богу за еще один счастливый день и за один за один одно счастливое время это очень важно мы не знаем сколько мы вообще проживем даже гуру на ноги ашу фору он спрашивала его последователи сколько ты думаешь ты проживешь кто-то сказал что я думаю что я доживу до 50 лет кто-то сказал до 60 а гуру на ноги сказал им ты не знаешь одно наше дыхание вверх и не вернется ты вдохнешь и не выдохнешь только одна секунда никто не знает об этом лучше просто думать о хорошем если кто-то обижает меня если я говорю богу прости этого человека никто не сможет меня обидеть это очень глупо говорить что кто-то обидит тебя когда мой настоящий брат он обижал меня я молился за него я не чувствовал себя несчастным каждый раз я просто молился за него если кто-то тебе приносит боль у тебя должны быть силы получить эту боль но когда ты думаешь о боге ты не чувствуешь себя обиженным униженным есть есть некоторая боль потому что мы люди но никто не может меня обидеть потому что мне я чувствую сочувствие к ним к тем людям которые хотят меня обидеть мне жалко их они они не знают что я знаю о жизни и мы счастливы что мы вокруг среди хороших людей что мы встречаем так много хороших людей это очень важно и это большое благословение бога без благословения бога мы не могли бы быть с вами вот сейчас вместе в данный момент это очень хорошо и мы должны учиться как прощать людей но если ты очень много думаешь негативно но не смотри на них они пиши им но молись за них просто лучше молись за них потому что если ты молишься за ногу бог любит тебя больше если только ты думаешь что немножко там у тебя боль и я тут же после этого начинаю говорить плохо других людей это ко мне вернется плохого но плохим тоже это для меня тоже будет плохо если как только я обижен я начинаю обижать других людей не думай что все остальные такие же карте если ты особенный его человек если у тебя хорошее сердце не думаешь что и у других людей такое же мягкое хорошее сердце не становись сердитым не думай плохо просто оставь это природе природа их научит и однажды они вспомнят почему почему я сделал это почему я обидел кого-то чем больше чем больше ты говоришь сердито люди никогда этому не учатся ничему после твоего крика я дам тебе хороший пример мне было 17 18 лет я ждал автобуса в нью-дели на остановке но это не точно останавливался автобус там очень много людей ждали где-то автобус останавливается за 10 метров до остановки за 10 метров после и много людей в автобусе молодых они даже давно висели прямо на этих ручках этих дверей и автобус шел через мне было 18 один один парень там а знал что не остановится автобус и парень думал что проедет автобус быстро и он из автобуса ударил саши по щеке я был очень худой мой вес был может быть 40 килограмм я побежал за автобусом спросил почему ты меня почему ты меня ударил и он чувствовал себя очень серди там этот парень и он выскочил из автобуса еще опять меня ударил не за что и про что а схирали я просто хотел знать почему он меня ударил из этого автобуса и он два-три раза меня опять ударил но я его потом в душе не ненавидел у меня не было ненависти к нему это его работа работа бога наблюдать за нашей кармой если я сделаю плохо он может наказать не мне это не моя работа моя работа верить в то что во что я верю следовать тому чему я следую я не пытаюсь быть судьей чтобы говорить этот плохой этот хороший нет я должен смотреть в себя если я не делаю плохо или не говорю плохо а остальная часть работы это его работа работа бога судить и я верю в это с молодого возраста поэтому поэтому я верю что бог с тобой если ты хочешь быть богом бог сделал жизнь бог сделал детей если я несчастлив я могу уйти я не обязан быть с теми же людьми с которыми с которыми я нахожусь я имею право уйти и я счастлив что мы вместе давайте отмечаем день рождения тина нет наливаем так сейчас последний кадр красивый чтобы вот мы все так красиво 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 спасибо пеньки у вас аши я вы не опомню если я не люблю кого-то я не буду с ними даже сидеть я люблю всех даже кто-то кто меня обидел я молюсь за них поэтому бог помогает мне обидчики наказаны во много раз больше ну да как то так я без камеры расскажу историю